ласковый привет этот ролик будет о том как я впервые участвую в челлендже так как сейчас на дворе октябрь сначала мой выбор пал на инктобер но я выбрала другой список а какой вы узнаете чуть позже а сейчас я хочу вам напомнить про то что ссылочки на мои соц сети все еще ждут вас в описании под видео а особенно ждет наша уютная беседка в телеграме я на днях поняла что я накосячила самой группой и туда можно было зайти только по приглашению но теперь я все исправила и группа открыта для всех желающих заходите не стесняйтесь там все свои мы болтаем о творчестве о рисовании о том какой контент будет выходить дальше на канале и любой может на это повлиять также я советуюсь какие игры нам еще пройти ведь недавно мы закончили на стриме проходить замечательнейшую игру в ракуин можете посмотреть по подсказочке которая сейчас на экране а также попрошу вас поставить лайк и подписаться чтобы не потеряться ну что я продолжу и так в этом году я решила впервые поучаствовать в каком-нибудь челлендже до этого меня привлекала такая идея но я не могла найти подходящий мне как я искала челленджи раньше я просто набирала в интернете допустим летний челлендж и искала по картинкам по спискам какой бы мне подошел самых больших я не хотела участвовать потому что темы там оказались мне очень сложными я заранее смотрела в какой день что нужно нарисовать и если сталкивалась с какими-то на которые картинки мне не приходили на ум сразу я листала дальше ведь челлендж это и так большая трудность каждый день нужно рисовать это сейчас я уже вошла в тонус и рисую даже иногда по несколько раз в день но раньше это было очень и очень трудно для меня поэтому так ни один челлендж и не был выбран мной но недавно я все-таки решилась конечно же понимаешь что на дворе уже осень очевидным выбором был бы инктобер но есть много но во первых в инктобере принято рисовать традиционным способом ну я имею ввиду ручками на бумаге ручками своими а материал может быть тушь чернила или да та же ручка а этот вариант сейчас не очень подходит для меня потому что до сих пор возможности снимать для вас как я рисую на бумаге у меня нет и я подумала может быть можно модернизировать этот челлендж и рисовать на планшете так я смогу снимать и показывать вам но просто рисовать черта белом в планшете мне почему-то тоже не очень хотелось да и я посмотрела темы которые там будут и это очень сложные темы очень много каких-то абстрактных понятий а у меня с этим проблемы поэтому я все в той же группе телеграме посоветовалась со своими подписчиками и мне даже предложили несколько вариантов очень интересных затем я как обычно зашла в яндекс вбила осенние челленджи и нашла кое-что интересное я нашла три или четыре варианта которые мне понравились и остановилась что не будет неожиданностью на челленджа связанном с кошечками список оформлен в стиле инктобера и я не увидела на этой картинке правила определенный чем должны выполняться рисунки скорее всего это как раз таки совмещенный инктобер но про котиков называется выбранный мной челлендж котобер но для удобства я переименовала его в котябре вот кстати список вы можете посмотреть он на английском языке но я его перевела для вас возможно где-то будут неточности но я как для себя поняла тему так написала и также я добавила еще свое правило что рисовать я буду на планшете ну и понятно что материалы могут быть какие те кисти которые есть на планшете и все но еще я добавила кое-что интересное я давно натыкалась на всякие видео на ютубе с цветами понтон это такая библиотека цветов с номерами и названиями и я знаю что есть рандомайзер который выдает тебе случайные цвета и вот я решила добавить себе даже не знаю наверное это будет усложнение потому что перед этим я облегчила себе челлендж и я буду так получилось что на разных сайтах но генерировать по два цвета эти два цвета должны быть обязательно использованы в моем рисунке в общем теперь я скомпоную эту информацию я беру тему из списка добавляю к этому два цвета которые должны быть использованы и рисую это на планшете и каждую неделю я буду выпускать одно видео с семью рисунками по одному на каждый день ну и давайте же посмотрим что у меня получилось на этой неделе сперва я зашла на сайт который определит какие цвета мне использовать и кстати я довольно быстро наткнулась именно на те цвета которые у меня в общем-то ассоциируется с хаоуин а первая тема моя была это котик ведьма я особо недолго думала что же мне нарисовать единственное я посмотрела какие есть атрибуты увидим конечно же это шляпа я еще пририсовала тыковку хэллоуин все-таки а также вспомнила про перчатки я думаю кстати это неплохой атрибут достаточно стильный и ошейник со звездочкой шляпу я решила сделать такой немного потрепанной ну как будто не только что купленную в магазине а уже с какой-то определенной историей цвета которые выдал мне рандомайзеры я использовала так фиолетовым сделала фон также фиолетовый я сделала и саму кошечку а зеленый добавила лишь в детали и кстати в последующих работах я почему-то совсем по-другому стала использовать эти два цвета не знаю к лучшему это или худшему но уже как получилось так получилось на рисунке у меня именно кошечка и она не ведьм на кошка как может быть в некоторых случаях фамильяр а она именно сама ведьмочка как она колдует и как она не создает зелье я не знаю это все осталось за кадром мне очень понравился результат а вам предлагаю насладиться просмотром процесса рисования так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я буду именно подбирать их, ориентируясь на идею, которая первоначально возникает у меня в голове. Но я этим не буду злоупотреблять, и цвета находились достаточно быстро. И что же у меня ассоциируется с десертным котиком? Конечно же, панна-котта. Панна-котта, ну вы поняли? Это, кстати, один из моих любимых десертов, и я думаю, что прекрасно подходит под идею десертного котика. Я решила добавить розовые клубнички, а соус сделать более темным. Все-таки я хотела добавить немного, вот прям капельку жути, чтобы это, может быть, напоминало кровь. И эти клубнички я разместила там, где у котика могли бы быть ушки. Добавила мордочку, чтобы было понятно, что это именно котик. И, кстати, мне еще напоминает этот десерт привидение. Края десерта напоминают мне края простыни, которую обычно изображают, чтобы призрак был видимым. Я долго подбирала фон, потому что не хотелось его делать сильно ярко-розовым. И при этом нужно было сбалансировать между соусом, который темный, и клубничками, которые получились светлыми. Но в итоге я подобрала нужный фон. А розовым я фон хотела оставить, как и сделала это в первом рисунке. У меня было фиолетовое окошко и фиолетовый фон. А здесь я хотела сделать розовые клубнички и розовый фон. Но затем вы не будете наблюдать такой закономерности. Я не знаю почему. И добавила еще на фон звездочек или блестяшек. Мне просто нравится все блестящее, сияющее и тема звезд. Поэтому я буду их лепить везде. Уж простите. Третья тема космический котик. У меня было много идей на тему космоса. Как я и говорила, мне это все очень нравится. Но я обычно не делаю много скетчей. Я продумываю в голове и делаю один набросок, который могу поправлять. И я решила остановиться на обычном котике, но в космических условиях. Я добавила ему шлем от скафандра. Но в моем случае я задумала его не как шлем, а как аквариум, который надевают в бультиках вместо него. Такой аквариум, в котором плавает золотая рыбка. И этот котик поймал звездочку. У меня такой сюжет просматривается в нескольких рисунках, но почему-то эта идея меня не покидает. И мне хочется изображать ее снова и снова. Ну и почему бы нет? Также мне попались розовый и серый цвет. И я решила сделать космос розовым. Не часто такое наблюдаю, но это же фантазия. Зачем себя ограничивать только темными цветами? У меня были проблемы с тем, как правильно нарисовать задние лапки. У меня, кстати, часто такое возникает. Может быть, стоит подучить анатомию котеек. Но я в этом челлендже решила сильно не заморачиваться, чтобы у меня остались моральные силы пройти его до конца. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Но когда я приступила к выполнению этого рисунка, захотелось исполнить это как-то более деликатно. А еще эта работа выделяется неестественной позой для кота. Он так вальяжно развалился на подушке. Но в других своих работах я дальше буду соблюдать более реалистичные позы. Также эта картинка отличается темными цветами. Я подбирала такие, потому что ассоциируется у меня все-таки злодейство с чем-то темным, мрачным. И в последующих работах я такие цвета обычно не выбирала. И котика я решила сделать неочевидным злодеем. Я добавила ему жилетку. Мне очень нравится этот элемент гардероба. И почему-то немного ассоциируется это с вампиризмом. А на моем рисунке вы можете наблюдать, что в бокале у кота не просто вино. И чтобы окончательно показать, что этот кот злодей, пришлось добавить мышек типичной жертвы котиков. Может, я и хотела бы изобразить что-то более кровавое, кровожадное, но у меня нет такого опыта, поэтому я взяла себе задачу попроще. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Не скажу, что я до конца довольна этой работой. Решила исправить такую темноту в рисунке свечением красным. И, кстати, я думаю, что немного придало оно яркости картинке. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Поэтому я его положила грациозно лежать. Я не записала, как я выбирала цвета, но поверьте мне, я честно выбирала их в рандомайзере. Правда, я использовала фильтр и выбирала из пастельных оттенков. Потому что единороги ассоциируются с чем-то, ну, с такими оттенками С воздушными, светлыми, мягенькими, конфетными И я совместила единорога с котом Добавила единорожий рог Это неотъемлемый атрибут А еще я добавила котику гриву Мне очень понравилось такое решение И, кстати, у моего котика на спине волосы длиннее, чем по бокам Так что такой вариант эволюции, скажем так, мог бы быть допустимым Мне очень нравится, что у меня получилось Наверное, это одна из самых удачных работ на этой неделе Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мне в голову пришло только сделать котик кофейного окраса И я решила еще добавить какие-нибудь кофейные элементы Но просто окраса мне показалось мало Я решила помимо кофейного цвета добавить пенку То есть сделать более элементальным кота Будто он состоит из кофе Кофейные зерна я не стала добавлять, но добавила кофейные ягоды И эти украшения возле ее ушек А это, кстати, кошечка Это не виноград, не рябина Не какие-то просто ягоды, которые растут в огороде Это именно кофе и кофейные цветы На спинке я попыталась изобразить рисунок из молочной пены Которые делают в кофейнях Не знаю, получилось у меня или нет Но, в общем-то, думаю, понятно, что это именно пенка Также пенка летает вокруг хвостика Потому что он и состоит из этой молочной воздушной массы Смотрите продолжение в следующей части Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Седьмая тема, заключительная на этой неделе, это приключенческий кот. Мне захотелось изобразить именно котенка, юного, вдохновленного и жаждущего приключений. Я добавила ему элементы из стандартного набора героя приключений. Это карта, меч. Сперва я нарисовала его не очень удачно, мне не нравилось, как выглядит торчащий из-за спины котенка меч. Затем я его сделала поменьше и показала, что он деревянный. А еще я добавила геройский плащ. По-моему, он выглядит очень мило. Он еще развивается на ветру и этот дух приключений витает вокруг. А еще у него есть с собой рюкзачок со всякими припасами, которые точно пригодятся ему в его путешествии. Эта работа мне тоже очень нравится. Особенно понравилось, как я решила оставить голубой фон, будто это небо, добавить травку. И сразу же картины напитываются свежим воздухом, летом, солнцем. А я очень люблю такие мотивы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такими получились мои рисунки на первой неделе Котября. Не каждый я довольна, но есть и особо удачные, по моему мнению. Кстати, если кто-то участвует в каких-то других челленджах, можете свои работы присылать к нам в телеграм-канал. Не стесняйтесь, там все свои. Благодарю вас за просмотр, прошу поставить лайк и подписаться, чтобы не потеряться и стать частью нашей уютной семьи. А на этом у меня все. Всем тепла!